здравствуйте вы смотрите проект в гости и сегодня с нами историк моды искусствовед человек который не нуждается в представлении человек колоссальных знаний не менее колоссального обаяния все это александр васильев добрый день здравствуйте александр васильев историк моды коллекционер театральный художник искусствовед и телеведущий с детства воспитывался в театральной среде после окончания школы студии мхат работал художником по костюмам в московском театре на малой бронной в 1982 году александр васильев переехал в париж и в эмиграции начал сотрудничать с различными европейскими театрами в качестве приглашенного профессора он читал лекции по истории моды и сценического дизайна во многих колледжах и университетах мира с 2008 года александр александрович бессменный модный судья в проекте первого канала модный приговор кроме того он обладатель одной из самых больших частных коллекций костюмов от 18 до 21 веков вы здесь оказались очередным визитом и представляете воде востокским зрителям выставку моды серебряного века давайте немного поговорим об этом в том смысле что для думаю большей части аудитории серебряный век это ассоциация в первую очередь с поэзией ну и с искусством наверное в целом мода это зеркало истории естественно все эти замечательные поэты писатели потрясающие люди аристократии петербурга и москвы одевались глушом не ходили общество долой стыд возникло только в двадцать пятом году и только при советах люди стали ходить чем мама родила но только летом а тогда одевались шелка бархаты в кружева носили вышивки носили потрясающие прошивки замечательные отделки из страусовых перьев под низи из стекляруса все эти уникальные платья которых только дамы могут сегодня мечтать но не носить вы увидите музей арсеньева многие модели знаменитых модельеров представлены на этой выставке она будет длиться два месяца пропустить ее нельзя ведь как раз этот период конец 19 начала двадцатого века время дягилевских русских сезонов это как раз то время когда русский стиль как нельзя более мощно влиял на европейскую моду несколько балетов тягилева были на русскую тему петрушка правда затем жар птица замечательные балеты весна священная это были вещи которые были связаны непосредственно с истории с фольклором или со сказками старой россии переходя от моды начала двадцатого века к современной моде как вам кажется александр александрович мы сейчас живем в тот период когда красота уже никогда не будет требовать от нас жертв когда мода становится все более комфортной все более вовсе нет она будет потому что женщины по-прежнему накалывают губы по-прежнему делают себе другие уколы красоты их внешность меняется благодаря нарушенным волосам наклеенным ногтям все это отбеленным зубам все это очень дорогостоящие и болезненные операции это телесные трансформации а что касается всего от не телесные трансформации это важнейшая часть моды потому что сегодня фигура решает все в стиле правда ну конечно тоже бодипозитив может быть в моде но не на улице я думаю любой человек которому знакомо ваше имя конечно представляет ваш особенный стиль кружевскому надеваюсь очень скажите как вот основные тренды основные тенденции накладываются в отпечаток на изменения в вашем собственном персональном стиле смотрите сейчас моде белый цвет я почти никогда не ношу если это только не рубашка сейчас моде белые обувь том числе кроссовки я не люблю потому что я не в тик токи и не прыгаю без конца сопротивляться общему настрою невозможно потому сейчас все переодевается в спортивные трикотажные костюмы самый модный тренд сегодня это спортивность это брюки напоминающие треники это всевозможного рода худи это рваные джинсы бесформенные кроссовки оверсайз безусловно как у вас отношения с оверсайз я не очень я считаю что я достаточно имею достаточно крупную фигуру я думаю что еще больше не просто это не потребуется я всегда пытаюсь соблюсти вертикальные линии в моем наряде для того чтобы выглядеть стройнее я приятнее регулярно хожу в парикмахерскую вот вчера был в владивостоке в салоне красоты и меня там мастер по имени ара армянин астрик очень хорошо также с владивостоком у вас связана некая театральная история я не ошибаюсь нашим же в вашем театре и делал костюмы для спектаклей товарища дина популярных спектаклей у вас и и я инсценировал также самую главную вещь перевод этой пьесы на русский язык которая сделала моя сестра это важно потому что до этого просто такой пьесы даже не было наличие кроме этого я считаю что я сделал здесь очень много выставок много преподавал в гуэс много проводил баллов в свое время чего только я здесь не делал это очень красивый город дорогой моему сердцу известно что у вас самого детства складывается театральная история вас как театрального художника как сценографа она сейчас продолжается пандемия очень много прервала конечно потому что многие театр потому что не могли выпускать и у меня застоприлось несколько премьер одна из них это был спектакль моя прекрасная леди в таллине который я не смог выпускать из-за того что не было самолетов до эстонии другая это было три сестры германии балет поставленный валерием пановым в эссене который тоже застопорился по той же самой причине трех нельзя было летать и театр долго не раскрывали это касается многих других постановок которые сейчас я готовлю например в тбилиси байадерку но которая тоже большая проблема тоже долететь до тбилиси до сих пор невозможно я думаю что эта проблема с транспортом будет длиться еще два тире пять лет я сам перенес коронавирус это было очень тяжело но для фигуры хорошо потому что я потерял достаточное количество килограмм я считаю что из каждого лимона надо сделать лимонад и поэтому я извлек из заболевания только положительные выгоды а вот от этой паузы в связи с тем что отсутствует авиасообщение отсутствие я прочел очень много книг и посмотрел очень много фильмов которые раньше я никогда бы не успел даже посмотреть в моей жизни поэтому я все время что-то делал созидал написал две новые книги например они скоро увидят цвет да конечно мне все очень быстро делается мы приготовил эту выставку например для владивосток который ставит наш куратор очень известный дизайнер кирилл гасилин для меня это конечно почет опять быть вашему музею в новом качестве потому что теперь он стал федеральным музеем а вот вы упомянули кирилла гасилина я помню он очень был на слуху как дизайнер в начале двухтысячных это он и есть он сейчас здесь находится в надевостоке и ставят эту выставку как ее куратор и стилист а вам предлагали как дизайнеру пускать коллекцию вовсе всегда но я так много делал театра что мне никогда не было желания перейти в область моды и потом сегодня мой возраст точно не позволит мне этим заниматься я считаю что мода это удел молодых александр александр вы много лет ведете модный приговор программу которая с каждой новой героиней воссоздает историю золушки абсолютно скажите какие сказочные образы у вас любимые может быть из детства мэри поппинс я считаю что это великолепная сказка и потрясающее воплощение мне нравится также волшебник изумрудного города ее героиня элли которая в американском варианте называется дороти и прекрасный фильм американский был создан в сороковом году понятие история моды с появлением вас как медийного персонажа в россии мне кажется стало более или менее понятным для аудитории не согласен то что очень многие говорили а что такое история моды разве моды может быть история им никогда в голову их дубовую не входило что 18 веке не одевались как 19 а в 19 как 20 мне кажется это такие элементарные вещи что удивительно что некоторые люди говорили может быть как это можно этим заниматься да вот лучше бы он в шахту спустился или винтики закручивал а я им отвечаю кто на что учился если ваших знаний хватает только на отвертку и на винтик продолжайте крутить моих знаний хватает на то чтобы написать 32 книги оформить более 120 спектаклей сделать 220 чем-то выставок и я продолжаю конечно творить с большим большим удовольствием тем более что я хочу сказать что на выставке во владивостоке о которой мы сейчас говорим моды серебряного века я привез с собой даже манекены я вам объясняю почему потому что объем платьев этой эпохи был 50 55 сантиметров в корсете и на другие современные манекены они просто не сходятся поэтому мне пришлось свое время в турции приобрести специальные так называемые исторические костюмные манекены на которых я могу зашнуровать скажите а такой логичный шаг как все-таки появление музея моды в россии он уже произошел или так и не случилось нет если честно нет в москве есть музей моды муниципальный им руководит оксана федоров я слышала и он находится в очень красивом месте в гостином дворе в замечательном здании бывшего банка рябушинского в стиле модерн но музей начинается не с помещения и из директора а с коллекции коллекции у них нету а то что есть это разрозненные предметы не имеющие никакой связи очень небольшого количества они упорно скрывают сколько они насобирали я не скрываю я насобирал полмиллиона вещей у них якобы есть что-то в районе 200 или 400 предметов одежды что уже начало чего-то это неплохо но если они как-то складываются в единую выставку это хорошо а если эти вещи никак нельзя применить потому что это брюки от одного жакета другого рубашка от третьего а туфли вообще к этому не подходят то увы это нельзя показать поэтому я считаю что музея нет потому что музей это все-таки еще и выставочная деятельность и постоянная экспозиция на мой взгляд музей моды в россии должен иметь а постоянную экспозицию б выставочные залы которая будет рассказывать о каких-то темах они могут быть исторические они могут современные они могут быть футуристические это могут быть фото выставки этому выставки современных дизайнеров или современных аксессуаров ювелирного искусства но они должны существовать а если их нет на мой взгляд то и музей не скажите у вас есть люди которых вы могли бы назвать своими учениками в которых очень много потому что у меня действительно многие учились я преподаю уже 20 лет в мгу и у меня там отделение называется теория моды я являюсь научным руководителем мы выпускаем каждый год приблизительно 50 человек многие из них продолжают дело я выучил многих историков моды они сейчас преподают так что это дело совершенно не только не погибло но и и будет жить я надеюсь а если говорить еще более узко вы видите среди своих ближайших учеников тех в чьи руки вы готовы были бы передать нет я президент фонда александра васильева он и будет тем самым юридическим учреждением который получит мою коллекцию дар если нужда не заставит меня все продать в лондоне с аукциона как галина павловна вишневская в свое время я надеюсь это случится откуда вы знаете так как это такие огромные миллионы может быть мне понравится больше иметь миллионы чем бесконечно отпаривать и перевозить эти драгоценные платья на них спрос огромный я посещаю многие аукционы являюсь покупателем и каждый раз когда я прихожу туда теперь я вижу как 21 веке цены ракетно вскочили и вот теперь приблизительно вот такие платья которые я выставляю стоят от 10 до 20 тысяч евро штука но тут дело не в какой-то похвальбе а дело в том что вы увидите на выставке я конечно приглашаю всех посмотрите на витрины и на аксессуары на эти уникальные сумочки журналы мод шляпные булавки туфли вера в общем это будет удовольствие для глаз и также будет музыкальное оформление причем это будет такое удовольствие от которой растают все от мала до велика эта выставка и для детей и для взрослых это очень важно никто не останется недовольным скажите а как историк моды вы следите за киноконтекстом за какими-то костюмными сериалами условным сериалом который вы создаете конечно это конечно смотрел это очень красивые костюмы потому что великобритания вообще очень цивилизованная с точки зрения истории моды страна чего я не всегда могу сказать о россии у нас тоже выходят сериалы бесконечные но аккуратность в истории не наш профиль просто не наш профиль может быть потому что даже на киностудиях я вот посетил не так давно костюмерные некоторых очень больших киностудий я не хочу сказать слово обнять и плакать но это близко к тому если не читать конечно фонд вот исключительно после военного советского то чего там много это то что связано с эстетикой хрущевской оттепели крем-кленовые платья которые не ест ни моль ничего не разрушается они тоже интересны но просто не все сериалы рассказывают нам об этом периоде а если речь идет об истории то довольно трудно во всяком случае у нас в стране часто снимают анну каренину не только мы а например и англичане американцы и много раз синхронизирует какие-то другие произведения по чехову или по толстому или по достоевскому если говорить о классике и они всегда приезжают со своими костюмами нет не удивляет а у вас есть мировом кинематографе какие-то любимые картины с точки зрения это фильм на дисконте я считаю что лучше чем лукина висконте никто не подбирал художников по костюму у него самые точные по исполнению вещи я считаю что это был гений в костюмом плане вы известны тем что имеете уникальный опыт общения с русской аристократию стараться и миграции первой волны да да их довольно много я застал в ту пору потому что когда я уехал во францию почти 40 лет назад это был 82 год 38 лет назад это правда они были еще живы сейчас конечно их нет и даже и дети уходят в мир ну и даже чаще всего ушли это внуки скорее это уже третье поколение хотя многие сохранили русский язык и даже может быть веру православие но тем не менее это совершенно не тот же самый тип общения когда жизнь их была пронизана воспоминаниями о константинополе а в отъезде из ялты или новороссийск или одессы проходом а их бедствиях скажем во франции или в берлине или в америке они пережили очень многое но многие выжили с честью особенно те кто работал в мире моды потому что это была такая голомурная ассоциация и многие аристократки стали монетельщицами я все знаю конечно изусть потому что я со многими встречался многих писал и это очень очень ценно когда мы говорим о любых ваших начинаниях как правило им всегда сопутствует успех берем ли мы книги берем ли но я не знаю почему я не могу объяснить а если у вас опыт настоящего не успеха и важный такой опыт жизни человек да он очень важен но я не могу их назвать большом количестве у меня были неудачи но такие знаете как бы вот разгром армии у меня такого не было вот когда знаете вот все мосты сожгли никто ничего может быть секрет в том что вы очень правильно угадали свой путь может потому что я практичный человек и я не кладу все яйца в одну корзину разумно да и еще может быть потому что причине своей жизни я никогда не имел громадных гонораров никогда но они всегда росли и я при достаточно скромных средствах потому что я не казнократ и не имел доступа госказне как многие чиновники которые могли сразу хапнуть пару миллиардов и в монте-карло это у нас или в таиланд как у вас принято из гладивостока там сидеть ждать когда дело закончится уголовное там приехать достраивать свои дома я все в курсе всего но я сразу вкладывал в недвижимость и поэтому вот даже небольшие деньги я смог вложить всем недвижимости которые меня кормят сейчас и все они в разных странах и вот то что я сделал так специально для того чтобы себе подстелить немножко соломки в разных местах что я думаю если где-то не пропадет то там выгорит и это меня кормят сейчас особенно во время пандемии то есть я считаю что расчетливость каждому художнику на руку я рекомендую всем не только сердцем не только то но и головой под заново с нашей беседой мне хочется закольцевать снова владивостоком в каком-то из ваших интервью я помню вы говорили что считаете людей живущих у моря пожалуй самыми счастливыми это мечта всех людей мира знаете ведь большинство людей мечтает на старости купить домик или квартирку моря а если у ваших жителей уже есть квартирку моря вот я вам говорю восторг во-первых климат во вторых созерцание просто воды это что-то невероятное возможность быть здесь в центре вселенной потому что вас рядом япония надеюсь вас пусть от корея рядом китай это очень рядом камчатка сахалин огромное количество моря продуктов не будем обманывать огромное количество красной икры не будем забывать я считаю что это просто восторг и и конечно город один из самых красивых по географическому положению центр вообще красив своей архитектурой но даже не центральные районы которые такие средние по архитектуре но расположены на сопках и это скрашивает все это настолько красиво и эти острова эти туманы я в восторге от владивостока я здесь был наверное 17 раз и каждый раз с большим с большим восторгом я помню что когда я первый раз приехал сюда не пригласил в гуэс я много выступал и тролли тогда было много тролли и не писали мы надеемся что этот шарфик больше к нам не приедет мы бы видеть не хотим филюшке приехал 17 раз и езжу уже 20 лет а вы тролли как лежали на диване так и лежите дольше сон еще не пришел спасибо вам огромное за неподражаемый артистизм за этот разговор спасибо я люблю жизнь и я очень люблю разговаривать с красивыми женщинами я получил огромное удовольствие от вашей внешности спасибо от вашего костюма и от интеллекта в диалоге спасибо вам спасибо доброго зрителей у нас и и и и и и Субтитры подогнал «Симон»